В этом видео мы рассмотрим несколько случаев использования оператора Join с функцией Count. В первом задании нам необходимо показать все книги, у которых более одного автора. Таких книг в нашей библиотеке две, и вот таким образом выглядит ожидаемый результат для первого задания. Решение здесь достаточно простое. Мы извлекаем идентификатор книги, название книги, а дальше мы считаем количество авторов, называем его таким образом, и информацию мы берем из таблицы с книгами, объединяем ее с таблицей, в которой указаны связи между книгами и авторами, и группируем информацию по идентификатору книги. Особо обратите внимание, в данном случае ни в коем случае нельзя группировать информацию по названию книги. Если у нас окажется несколько книг с одинаковыми названиями, при группировке по идентификатору мы по-прежнему получим правильный результат. А если бы мы сгруппировали информацию по названию книги, несколько одноименных книг превратились бы, назовем это так в кавычках, в одну книгу. И остается только указать условие, что у книги должно быть более одного автора. Решения для Microsoft SQL Server и Oracle выглядят абсолютно идентичными. Во втором задании нам необходимо для каждой книги показать количество копий этой книги, которые сейчас доступны в библиотеке. Само задание и ожидаемый результат выглядят достаточно просто, но оказывается, что решений здесь, во-первых, несколько, во-вторых, некоторые из них весьма нетривиальны. Для каждой СУБД мы будем рассматривать несколько вариантов и начинаем с MySQL. В первом варианте мы будем использовать так называемый скоррелированный, или его еще называют коррелирующий, под запрос. Мы извлекаем идентификатор книги, имя книги, а дальше нам нужно вычислить, сколько экземпляров книги находится в библиотеке. Как это узнать? Нужно взять информацию о том, сколько этих книг в принципе зарегистрировано в библиотеке, а затем вычислить, сколько экземпляров этой книги находится сейчас на руках у читателей. И из этого значения вычесть вот это значение. Поскольку нам необходимо дважды обращаться к таблице подписок, здесь мы ее называем вот таким образом, как внешняя таблица, здесь мы ее называем вот таким образом, как внутренняя таблица. И в этом условии мы говорим, что идентификатор книги из внутренней таблицы должен совпадать с идентификатором книги из внешней таблицы. Для большей наглядности, вот эту вот часть мы можем переписать временно, вот таким образом. Да, это даст нам не совсем тот результат, который мы хотели, но мы можем понять, что вот так вычисляется этот x. Или если еще раз модифицировать запрос, взять вот эту часть и выбрать эти результаты отдельным образом в качестве отдельной колонки, мы увидим вот такую ситуацию. Вот количество книг в библиотеке, вот количество книг, которые сейчас на руках у читателей. Это вычисляется вот этой частью или, соответственно, вот этой частью. И после того, как из данного количества вычтено данное количество, мы получаем наш финальный ответ. Такого же результата мы можем добиться, выполняя другой вариант запроса. Здесь мы используем, опять же, коррелирующий под запрос, но еще и общее табличное выражение. Вот оно, то есть фактически поименованный отдельно работающий запрос. В этой части мы вычисляем для каждой книги, какое количество ее экземпляров сейчас находится на руках у читателя. После чего мы также из количества книг, зарегистрированных в библиотеке, вычитаем вот эту информацию о количестве книг на руках у читателя. То есть вот этот вот под запрос раньше находился в этой секции. Сейчас мы его переместили сюда. И также заострим внимание на том факте, что сейчас нам нужно применять специальную функцию ifNull, для того, чтобы для книг, которых вот этот вот запрос не нашел, null-значение преобразовывалось в ноль. В предыдущем решении этого не нужно было делать, потому что там синтаксис был таков, что функция account, примененная в соответствующем месте запроса, уже выдавала нужные нули, а здесь так это не работает. То есть здесь может какой-то книге не оказаться, тогда здесь получится null, и его нужно преобразовать к нулю с помощью вот этой функции. Идею с коррелирующими под запросами и общими табличными выражениями можно развить дальше. Здесь мы уже получаем два общих табличных выражения. В первом мы подготавливаем информацию о том, какие книги находятся на руках у читателя. Во втором мы подготавливаем информацию о том, какое количество этих книг находится на руках у читателя. И, наконец, мы используем вот эту информацию о количестве книг, находящихся на руках у читателя, чтобы вычесть это из количества книг, зарегистрированных в библиотеке. Если же нам не хочется выполнять под запросы, мы можем использовать такой вариант, без под запросов. Здесь в общем табличном выражении мы подготавливаем информацию о том, какое количество каждой книги находится на руках у читателя. После чего из количества книг, зарегистрированных в библиотеке, мы вычитаем вот эту информацию, полученную здесь. И также мы должны использовать функцию ifNull, поскольку вот эта часть может не найти часть книг, которых на самом деле сейчас на руках у читателя нет. Для таких книг здесь количество экземпляров на руках у читателя будет null. И этот null должен быть преобразован в 0, для того, чтобы правильно прошел процесс вычитания. Для Microsoft и Scale Server решения будут построены на той же самой логике. В первом варианте, в котором мы используем коррелирующий под запрос, в этой части мы вычисляем количество книг, находящихся на руках у читателя для каждой книги, и вычитаем это значение из количества книг, зарегистрированных в библиотеке. Во втором варианте, где мы используем коррелирующий под запрос и общее табличное выражение, мы также следуем логике MySQL. Здесь мы чуть более подробно рассмотрим, зачем нужна функция, преобразующая null значения в нули. Вот такую информацию возвращает данный запрос. Обратите внимание, что книг в библиотеке у нас больше, поэтому в основной части, для тех книг, которых здесь нету, в этой колонке будет null значение. И это null значение должно быть преобразовано в ноль. Третий вариант решения, основанный на коррелирующем под запросе и двух общих табличных выражениях, также построен по принципу MySQL. Сначала мы получаем информацию о том, какие книги вообще взяты читателями. Вот эта информация. Затем на основе этой информации мы получаем данные о том, сколько книг взято читателями по каждой книге. И заметьте, что здесь уже присутствуют абсолютно все книги, в том числе те, которых нет на руках у читателей. Именно поэтому в этой части нам нет никакой необходимости преобразовывать null к нулям, потому что здесь уже содержатся нули. Четвертый вариант решения без под запросов, также полностью следует логике MySQL. В этой части, в общем табличном выражении, мы получаем информацию о том, какое количество каждой книги, находящейся на руках у читателя, взято читателями. Обратите внимание, что здесь присутствуют не все книги. Те, которые не взяты читателями ни в одном экземпляре, здесь отсутствуют. И поэтому в этой части запроса для них в этой колонке будет null значение. Именно поэтому нам нужна вот эта функция, чтобы преобразовать null значение к нулям, и процесс вычитания выполнился правильно. И, наконец, в Oracle мы можем реализовать те же самые подходы. В первом случае мы используем коррелирующий под запрос, берем информацию о книгах, и из количества экземпляров по каждой книге, зарегистрированной в библиотеке, мы вычитаем количество экземпляров этой книги, находящихся сейчас на руках у читателей. Также мы можем реализовать вариант с коррелирующим под запросом и общим табличным выражением. Здесь, в общем табличном выражении, мы получаем информацию о том, какое количество экземпляров книг находится на руках у читателей, но только для случая, когда хотя бы один экземпляр книги находится на руках у читателя. Именно поэтому нам нужно преобразовывать null значение в нули, для того, чтобы здесь процесс вычитания прошел правильно. В варианте с коррелирующим под запросом и двумя общими табличными выражениями, мы получаем информацию о том, какие книги находятся на руках у читателей. По абсолютно всем книгам мы считаем, сколько их экземпляров находится на руках у читателей, и именно поэтому здесь нет необходимости преобразовывать null значение в нули, потому что для тех книг, которых нет на руках у читателей, здесь сразу будет нулевое значение. И четвертый вариант решения также эквивалентен тому, что мы видели в MySQL и Microsoft SQL Server. Здесь для книг, которые находятся на руках у читателей, мы считаем, сколько экземпляров каждой книги взято читателями. Поскольку сюда не попадают те книги, которые ни разу не взяты читателями, здесь нам также нужно преобразовывать null значение в нули, чтобы процесс вычитания прошел корректно. И, возможно, вас также интересует вопрос, что же быстрее работает, какое решение. Возьмем специальные тестовые данные, миллион книг, 10 миллионов подписок, и мы видим вот такие интересные результаты. Здесь время представлено в секундах. Например, для MySQL первый вариант решения занимает 0,3 секунды, вот эти варианты решения занимают почти 10 тысяч секунд. В Microsoft и Scale Server разница не столь значительная, но все равно примерно 5 секунд вместо примерно 50 секунд. В Oracle разница еще меньше, 0,3 вместо примерно 1,4, но тем не менее это существенная разница. И обратите внимание, что в MySQL быстрее всего работает первый вариант, в Microsoft и Scale Server быстрее всего работает четвертый вариант, и в Oracle быстрее всего работает третий вариант. Что еще раз доказывает необходимость экспериментальных исследований и оценки производительности ваших запросов.